Добрый день, уважаемые коллеги. После доклада Яны Владимировны самое время разобрать несколько клинических случаев. И первый из них это пациент 71 года с диагнозом ракопрессательной железы ПТ-3БН1-Микро-М0-Глисон-8. Состояние после лапароскопической радикальной просатектомии, позитивный хирургический край. Пациент получил одевантную лучевую терапию и андроген-депривационную терапию в течение положенных ему 18 месяцев. И у данного пациента отмечается рост ПСА до 1,5 нг на мл без радиологически определяемых опухолевых очагов. Что, Мария Игоревна, скажете, как поступим? Так, в чем здесь собака зарыта? КТ, скан костей, радиологически определяемых метастазов нет. Так, стоп. Ибрагим Саммерович, а у вас больная кастрация-то получается сейчас? Нет, в данный момент... Понимается, да, как я живу? В атмосфере травли недопонимания. То есть у больного не проводится кастрационная терапия? Нет, не проводится. Тогда он не является пациентом с кастротрезистентной формой заболевания. Не является. Не получилось вас подловить, Мария Игоревна. Но выполнили ПЭТ-КТ, и по данным которого выявлены метастазы в забрюшинные лимфоузлы и метастаз в левой повздошной кости. Пациент с метастатическим гормоночувствительным раком предстательной железы с... Стоп. У пациента при традиционном обследовании не выявлено метастазов? Нет, не выявлено метастазов. В таком случае мы расцениваем этого пациента как пациента с ПСА-рецидивом и назначаем ему моноандроген-депривационную терапию. Скажите мне, пожалуйста, я не запомнила, после радикального лечения у него какая сумма глиссона была выявлена? 8. Больной крайне высокого риска прогрессирования. Значит, этот пациент относится к пациентам группы высокого риска ЯО с ПСА-рецидивами, является кандидатом для немедленного лечения, ему не показано спасительное локальное лечение. Значит, ваш больной кандидат для немедленной андроген-депривационной терапии в монорежиме. А вот насчет интермитирующего режима я бы подумала. А почему монорежиме я применю на терапии? Потому что я бы расценила этого пациента как больного с ПСА-рецидивом, у него проведено традиционное обследование. Но попытка от этого, у него же есть метастазы в левопоздушной кости, то, соответственно, это, наверное, метастатический первичный гормоночувствительный рак. Формально – да. Неформально – нет. Я не думаю, что будут ошибкой назначить этому пациенту антиандрогены второго поколения в этом случае. Но какой уровень ПСА сейчас у больного? 3,8. 1,5, нанограмма на миллилитр. При традиционном обследовании не выявлены метастазы. Вот это очень спорный вопрос. Я не знаю, как лучше, но если смотреть с точки зрения доказательной медицины, то Яна Вадимовна назначала лечение, я чувствую. Вы с ней случаи готовили. Я как рассуждаю. Все пациенты, которые включались в исследование метастатического гормоночувствительного рака предстательной железы, в том числе с суммой Глиссона-8, получали обследование до рандомизации, которое включало КТ трехуровневый и скинирование костей. ПСМА под КТ рутинно этим больным не выполнялось. Если мы будем, так же, как и в исследованиях, где изучали немедленную и отсроченную андрогенную депривацию и интервентирующую и постоянную андрогенную депривацию при ПСА-рецидивах, все эти больные получали традиционное обследование. Если мы будем лечить этих больных так же, как их лечили в рамках этих исследований, мы получим такие же результаты. медиана общей выживаемости больных с ПСА-рецидивами, которые получали андрогенную депривационную терапию, составляет больше 60 месяцев. То есть эта методика точно имеет право на существование. Если экстраполировать данные исследований энзомет, арчес, титан на больных с ПСА-рецидивами, мы не знаем, дает им что-то добавление второго препарата в схеме лечения или нет. С другой стороны, я очень хорошо вас понимаю, что пациент с суммой Глиссона-8 на фоне моноандроген-депривационной терапии скорее всего в течение 12-24 месяцев будет иметь развитие кастрационной резистентности, и таким образом вы потеряете одну линию эффективной терапии, потому что не все, напомню, антиандрогены второго поколения зарегистрированы при кастраторезистентном раке простаты. Вы просто хотите увеличить количество линий интенсивного лечения. Но с точки зрения доказательной медицины, я с вами с Ибрагимом Самеровичем не согласна. Прошу записать в протокол. Мы пошли по пути не совсем верному с точки зрения критериев включения в исследование метастатического гормона чувствительного рака простаты и назначили пациенту андроген-депривационную терапию и антиандрогены второго поколения, где был зарегистрирован ПСА-ответ 0,01, через 3 месяца и радиологически определяется стабилизация в течение 6 месяцев после старта линий. Перейдем ко второму случаю. Пациент 83 лет, рак писательной железы, клинический Э2С, Н0М0, Глисон-6. Состояние на фоне АДТ в течение 5 лет практически. Прогрессирование рост ПСА до 3,8 нанограмм на миллилитр в течение последних 22 месяцев без радиологических признаков появления новых опухолевых очагов. По данным компьютерной томографии, только у больного снижение скорости клубочковой фильтрации и вместо компьютерной томографии назначили МРТ таза и живота. Уровень тестостерона 0,1. Мария Герина, ну подскажите, пожалуйста, как нам быть дальше? Я сейчас с вами буду очень осторожна. Больной кастрацию получает тестостерон кастрационный. Рост ПСА есть. Признаков метастазов нет. Формально это пациент с неметастатическим кастратори, сцентным раком кастрации. Доставайте ваши алгоритмические таблицы, считайте время удвоения ПСА. Что мы и сделали, обратились к нашим сайтам любимым и посчитали, что время удвоения ПСА равняется 11 месяцам. Больной относится к группе низкого риска и нуждается только в продолжении андрогендопривационной терапии. Другое дело, то что мы вчера обсуждали, что именно вот у этой категории больных возможно смена одного агониста ЛГРГ на другой или смена агониста на антагонист ЛГРГ может привести как минимум к снижению уровня ПСА. Транслируется это в дальнейшем в увеличении показателей выживаемости или нет, я не знаю. Но я бы, наверное, подумала о возможной смене вида агониста ЛГРГ. Честно сказать, мы не стали менять ничего. Дедушка как изначально получал свой ЗГОЛДЕКС, так и получает. И действительно мы рекомендовали ему динамическое наблюдение на фоне продолжающейся постоянной андрогендопривационной терапии. Так что тут я с вами почти согласен. Третий клинический случай. Рак предстательной железы, клинический Т3АН00, глиссант 7, 3 плюс 4, состояние после гормон лучевой терапии, прогрессирование через 6 месяцев рост ПСА, состояние на фоне АДТ 2,5 года, прогрессирование рост ПСА с 1,5 до 6,3 нг на мл за 5 месяцев без радиологических признаков появления метастазов по данным инструментальных обследований. Кастрация проводится. Рост ПСА есть. Метастазов нет. Время удвоения ПСА. Так, подождите. А уровень тестостерона какой у вашего больного? 0,08 наномоль на литр. Уровень тестостерона кастрационный. Хорошо. Что у нас с временем удвоения ПСА? Тоже посчитали, Мария Игоревна, 2 месяца. Больной группа высокого риска. В этом случае однозначно требуется назначение антиандрогена второго поколения. Да, но дело в том, что больной занялся немного самодеятельностью, потратил деньги и самостоятельно решил выполнить ПЭТ-КТ, по данным которого определяются гиперметаболические очаги в простате, двухтазовых лимфоузлах и забрюшином лимфоузле. И у меня такой вопрос. Поменяет ли данная ситуация и данная самодельность пациента нашу тактику? Яна Вадимовна, у вас достойный ученик. Вы вот с этими олигометастазами, которые как-то нужно лечить, все время ставите вопросы, на которых нет ответов. Да нет, не поменяет. И при метастатическом гормоночувствительном раке простаты, простите, великодушно, и при метастатическом кастротрезитентном раке простаты, и при неметастатическом кастротрезитентном раке простаты мы должны использовать комбинацию, в том числе комбинацию АДТС с новыми ингибиторами андрогенного сигнала. Другое дело, то что, напомню, существуют разные регистрационные показания различных антианрогенов второго поколения, и если энзулутамид является универсальным препаратом, который мы можем применять, начиная с гормоночувствительного, с остановкой на неметастатическом кастротрезитентном и заканчивая метастатическим кастротрезитентным, включая резистентный кастротрефрактерный, то доролутамид, например, зарегистрирован только при неметастатическом кастротрефрактерном раке простаты. Наши пациенты получают длительную последовательную терапию. Мне вот тут недавно показали изумительные рекомендации Найс. Яна Владимировна, вы видели, что пациент с кастротрезитентным раком простаты должен получить только один ингибитор андрогенного сигнала, оказывается, в течение жизни. Я, например, не согласна с этой формулировкой. Мы имеем как минимум два химиопрепарата, мы имеем радиофармпрепараты, мы имеем в арсенале для отдельных категорий больных аллопарип, и, естественно, что в качестве прокладки между каждыми вот этими вот методами мы можем использовать ингибитор андрогенного сигнала. Поэтому мне кажется, что если мы поставим диагноз неметастатический кастротрезитентный рак простаты, мы можем использовать, например, те препараты, которые мы вообще не можем использовать согласно инструкции по применению дальше. То есть вот здесь я буду играться с выбором препарата. Хорошо. Можно мне вопрос к вам, Мария Грибинна? А в связи с тем, что все-таки уже было выполнено ПСМА, ПЭТКТ, и двухтазовых носов вы будете смотреть или нет при этом исследовании? И будет ли для вас значение СУМ какие-либо изменения в решении тактики лечения или нет? Я вам так скажу, Яна Владимировна, я вообще на ПСМА, ПЭТКТ у этого больного не буду смотреть, потому что оно ему было не показано. Но уж если мне это заключение положили на стол, то я вам так скажу. Действительно, ПСМА, ПЭТКТ – метод неоднозначный. Он действительно визуализирует большее количество опухолевых очагов, чем традиционные методы обследования. Но ПСМА, ПЭТКТ может быть и ложноположительным. И считается в некоторых работах, что пограничным значением СУФ позитивные и негативные лимфоузлы является 7. Вот, например, если здесь будет СУФ-2, а радиологи ведь в лучших традициях народов Крайнего Севера что вижу, то пою. Вот они увидели накопление, они это описали. Поэтому на СУФ, конечно, можно обращать внимание, но конкретно в этом случае это не повлияет на мой тактический подход. Это в любом случае будет АДТ плюс антиандроген второго поколения. Что мы и сделали, назначили АДТ и антиандроген второго поколения. Был зарегистрирован ПСА-ответ через 3 месяца, 0,2. Переносимость терапии у пациента хороша, без каких-либо нежелательных явлений. И завершающий случай. Больной 68 лет. Рак писательной железы ПТ-3Б-0М0, Р1, АСОП-4. Состояние после роботоассистированной просадектомии. Непонятно, с тазовой лимфодисекцией или без. ПСА-рецидив через 3 месяца. Состояние после спасительной ДЛТ, андрогенодепривационной терапии 6 месяцев. Прогрессирование. Рост ПСА до 2 нг на мл. При отсутствии радиологических признаков источника ПСА-рецидива. Их состояние на фоне АДТ в течение 31 месяца. И заметим, что ПСА за 6 месяцев подрос от 0,01 до 1,2 нг на мл. Тестостерон при этом 0,98 наномоль. Почему так быстро у него подрос? А, АСОП-4. Так, у больного рост ПСА есть... А, стоп, подождите, а тестостерон у вас 0,98 наномоль на литр? Это же не кастрационный тестостерон. Если отталкиваться от новых, то критериев, то да. Некастрационный тестостерон у больного, который получает андрогенную депривацию, требует либо смены агониста ЛГРГ на другой, либо замены агониста на антагонист ЛГРГ, либо вы пациенту должны выполнить хирургическую кастрацию. Кстати, у меня вот, если можно, вопрос к аудитории, если вы позволите. Уважаемые химиотерапевты, вас неправильно сейчас химиотерапевта называть, специалисты по лекарственной терапии, уже химиотерапия не настолько активно применяется. Скажите, пожалуйста, если вы сталкиваетесь с некастрационным уровнем тестостерона, и у пациента не истек срок заявленного действия пролонгированной формы агониста ЛГРГ, когда вы будете делать следующую инъекцию иным препаратом, если принято решение менять препарат? Немедленно? Или вы будете выжидать заявленный срок действия предыдущего препарата, который был введен больному? Кто вводит сразу? Вот некастрационный тестостерон и сразу ввели? Кто так делает? Я одна? Почему я тоже присоединилась? Действительно, если некастрационный уровень тестостерона, то нужно какую-то манипуляцию гормональную немедленно проводить. Буквально сегодня как раз был случай по поводу… Выполнили золадекс на один месяц у пациента. К сожалению, через месяц после начала терапии идет рост ПСА, но при этом уровень тестостерона не кастрационный. И мы решили поменять препарат. Как вы думаете? Да, конечно. Мы сделали практически то же самое. Заменили агонист на агонист, и тестостерон снизился до уровня кастрационного. И ПСА также стал незначительно, но ниже. Спустя 12-16 месяцев все равно был отмечен рост ПСА до 3,1 нанограмм на миллилитр на фоне кастрационного уровня тестостерона. Время удвоения ПСА мы посчитали уже 4 месяца. А результаты обследования какие? Выполнили без каких-либо очагов патологических. Метастазов не выявлено. Вы знаете, Брагим Самерович, вы очень напоминаете мне некоторых пациентов. Я хочу, чтобы вы меня проконсультировали. Вот мой анализ на ПСА. Где ваше КТ? КТ грудной клетки, а брюшная полость и вот это в сумку все время. Так, время удвоения ПСА 4 месяца, кастрационный тестостерон, метастазов нет. Все, даю добро на антиандрогены второго поколения. В дополнение к продолжающейся АДТ. Что мы в очередной раз и предприняли. Назначили АДТ и антиандроген второго поколения. И ПСА снизился до 0,4 нанограмм на миллилитр через 3 месяца. Также переносимость терапии отлично, без каких-либо нежелательных явлений. И в заключении хотелось бы сказать и напомнить, что критериями диагноза не метастатический кастрационный резистентный рак простаты является резистентность к кастрации, отсутствие метастазов по данным инструментальных обследований с контрастным усилением и пациентам с неметастатическим кастрационно-резистентным раком простаты и временем удвоения ПСА больше 10 месяцев. Мы продолжаем АДТ с возможной заменой препарата, а пациентам с временем удвоения ПСА меньше 10 месяцев. Уже показано продолжающийся АДТ в комбинации с антиандрогенами второго поколения Аполлутамид, Даролутамид, Энзолутамид, про что и рассказывала Яна Владимировна. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Ибрагим Самерович. Я с вами больше случаев разбирать не буду, либо после литра кофе.